МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Уборочная на экваторе. На счету каждое зернышко. И это не просто слова. Это реальная задача. Последние новости с полей региона в репортаже наших корреспондентов. Выше нормы. Неделя выдалась жаркой. Марина Джалая побывала на пляжах и спасательных станциях, узнала прогноз на август и получила рекомендации медиков. Редкая и очень красивая. Бабочка, которую считали исчезнувшей, обнаружена в Днепросожском биологическом заказнике в Лоевском районе. До этого ее видели более ста лет назад. Все подробности этих и других событий и жизни региона в ближайшие 26 минут. Уборку зерновых в Гомельской области планируется завершить примерно через две недели. Пока же борьба идет буквально за каждый килограмм урожая. На результат работают не только сельчане. Значительную помощь аграрному комплексу оказывают и представители городских организаций. Причем рядом с опытными механизаторами на полях и их молодые коллеги. Трудный хлеб 2018 в сюжете наших корреспондентов. Такой трудной страды у гомельских аграриев не было уже давно. Продолжительная засуха не лучшим образом отразилась на урожае зерновых. Для того, чтобы убрать его быстро и с минимальными потерями, в эти дни на полях работают около 1200 комбайнов. Рядом с опытными механизаторами около 80 молодежных экипажей. Приходится, да, трошки больше регулировок, чтобы было меньше потерь. И так зерна мало, а сделать по минимуму все. Самые меньше низкие потери, чтобы были. Плать тяжеловато, возникают проблемы, трудности. Но я с ними справляюсь. Каких-то льгот для молодежных бригад не предусмотрено, хотя отношение к ним в чем-то особое. Чтобы тебя воспринимали как равного, нужно реальными делами доказать, что ты как минимум не хуже. Правда, для Александра Мармушкина из акционерного общества «Утевская» это уже не актуально. Уборочная у него девятая по счету. За прошедшее время приобретен соответствующий опыт. В 20 лет начинал я. Первая моя уборочная была. Сосдевятая. На этом и начинал новое убрал, получал. Немного ремонта сейчас требует больше. Внимания больше. Каждое утро подготовить нужно. Кроме молодежных экипажей, свой вклад в общее дело вносят и свыше 500 бойцов из более чем 40 сельскохозяйственных отрядов. Для многих подростков участие в уборочной компании – первая практика в их трудовой биографии. И возможность на личном опыте узнать цену выращенному хлебу и заработанному рублю. Я думаю, что мне лучше прийти здесь поработать, заработать какую-то сумму денег, чтобы потратить на нужные мне вещи. Создание соответствующих санитарно-бытовых условий для всех работников, занятых в уборочной компании – одна из главных задач для руководителя сельскохозяйственных предприятий и профсоюзных комитетов. Причем речь идет о довольно широком спектре – от обустройства комнат для приема пищи до работы душевых. В этом году почти в половине хозяйств Доброжского района установили вагоны-сауны, работающие на электрической энергии. Затраты на их содержание небольшие, а плюсы очевидные. Профсоюзы создают все условия, чтобы было комфортно работать каждому механизатору в районе. У нас сегодня во всех хозяйствах имеют душевые. Вот такие вагон-сауны, как мы здесь видим, находятся в шести хозяйствах района. Это очень удобно. Еще одно обязательное условие – организация питания. В первую очередь это касается специалистов, занятых на пылевых работах и зернотоках. Дважды в день для них готовятся горячие обеды, оплата минимальная. Обеспечено двухразовое питание механизаторов. Цена обеда для механизаторов обходится 26 копеек. Одновременно с участием в уборочной кампании в этом году молодежь Гомельщины принимает участие и в совместном проекте областного комитета БРСМ и областного отделения Фонда мира. По итогам страды организаторы назовут победителей в трех номинациях. Среди молодежных экипажей – водители по отвозке зерна и сельскохозяйственных отрядов. Лучших ждут награды. В этом году впервые совместно с Фондом мира мы собрались реализовать такую акцию, как «Молодежный каравай-2018». По итогам в каждом из тех номинаций, которые я перечислил, мы выявим лучшую молодежь, и она будет поощрена крупными материальными призами. Сейчас на протяжении рабочего дня на Гомельщине убирается более 4% занятых зерновыми площадей. По прогнозу областного комитета по сельскому хозяйству и продовольствию, для окончания кампании необходимо около двух недель. Хотя ряд районов завершит работы значительно раньше. Нагрузка на комбайны где-то 250 гектаров составляет, поэтому эту работу мы провести должны за 22-25 рабочих дней. Ну, оно, в принципе, так и идет. 4% в день мы убираем, поэтому за 25 дней должны справиться. Ну, с учетом тех 40%, которые убрали, нам осталось где-то две недели. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Валерий Гопанько. Новости недели. Для одних август горячая пора, когда нужно торопиться убрать урожай. Для других время долгожданного отдыха. Ведь на термометре плюс 30, и люди спасаются от жары у воды. В душные дни она манит к себе и взрослых, и детей. А специалисты не устают напоминать, отдыхать нужно только в организованных местах. Плавать лишь в трезвом состоянии. Детей к воде одних ни в коем случае не подпускать. А как на самом деле ведут себя у воды гомельчане? Наш корреспондент Марина Джалая побывала на пляжах и спасательных станциях. Получила прогноз погоды на август, а также узнала у медиков, как правильно оказывать помощь при солнечном ударе. Водители не оставляют детей у воды без присмотра. Ни одной жертвы на воде. Но, к сожалению, в регионе с начала года утонули 29 человек. Четверо – дети. Причины гибели несовершеннолетних, равнодушия родителей, недосмотр за ними, либо неоправданная уверенность в их самостоятельности. Очень многих детей от гибели уберегли спасатели. Но не все мамы и папы благодарят их за бдительность. Некоторые даже возмущаются. Говорят, что все у них под контролем и нечего вмешиваться. А ведь не раз бывало, что еще секунда промедления, и вода унесла бы очередную маленькую жизнь. За детьми не смотрят. Тоже вроде с детьми приходят, потом начинают в телефоны, книжки читают, хотят сами отдохнуть. Но за детьми не смотрят. И дети тоже тонут. То есть хотелось бы, чтобы люди на это внимание обращали. А вот подростки, которые сейчас во время летних каникул приходят сами купаться, какую-то беседу проводите с ними, профилактическое разъяснение? Естественно, да, проводим. Если дети маленькие, будет без родителей, мы сколько раз забирали, приводим на спасательную станцию их, вызываем родителей, родители приезжают, расписку, девицы здоровы, живы, все, забирают у нас их и домой. Мы тоже понаблюдали за купающимися и задали им свои вопросы. Не оставляете его одного в воде? Нет, всегда рядом, но он слишком маленький. Такого не бывает, что вы на берегу в телефоне сидели, читали, а он сам все... Не в воде, нет, это очень опасно оставлять такого ребенка маленького, одного, всегда рядом, только рядом. Потому что он слишком любит воду и без страха идет в нее, поэтому всегда только рядом. Спасатели беспрестанно патрулируют речную акваторию не только на лодках и катерах, но и с берега в бинокль. Во время нашей съемки с его помощью сразу обнаружили нарушителей, которые на лодке заплыли в неположенное место. Стараются выбрать место уединенное, не предназначенное для купания, а порой даже несчастные случаи происходят в тех местах, где имеются знаки о том, что купание запрещено. Это приводит к тому, что люди не знают, не рельефно, не знают этого места, какие таит в себе опасности данный водоем. Нету спасателей рядом, которые могли бы прийти на помощь. Здесь опасная зона, здесь же не пляж. Ну, значит, больше не будем сюда ходить. Некоторые родители, например, предпочитают держать своих детей подальше от открытых водоемов. Выбирают бассейн. На речку пока не ходим. Маленькие очень еще, опасно. Еще одна проблема жарких дней – риск получения солнечного удара. Что делать, чтобы отдых не омрачился? Вы знаете, как не получить солнечный удар, допустим, как правильно вести себя на улице, в жару? Я думаю, что да. Пить больше воды, носить головной убор. А ваш где? Мой… Солнца нет. Мой есть, все есть, да, конечно, все есть. Все есть. Солнце спряталось, можно 10 минут побыть. До 5 минут, до 10 можно побыть. Каждый день в Гомельскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи обращаются около 125 пациентов. Сейчас, в том числе и с признаками перегрева или солнечного удара. В жаркие и теплые дни в больницу скорой помощи приемное отделение обращается до 10 пациентов ежедневно с жалобами и признаками, которые могут свидетельствовать о перегревании или солнечном ударе, а также об обезвоживании организма. Какие это признаки? Ну, как правило, это резкая слабость головокружения, боли в мышцах, может быть, мелькание мушек перед глазами, сухость во рту. В более худших случаях это может быть нарушение походки в связи с изменением артериального давления, а также тошнота, рвота, вплоть до потери сознания. При таких симптомах лучше вызвать скорую. До ее прибытия нужно обеспечить пострадавшему доступ свежего воздуха, расстегнуть воротник, положить на лоб и в область подмышек холодные примочки, дать попить. Хотя жара, как говорят синоптики, долго не продержится. Август будет в пределах климатической нормы, а это не выше плюс 20. Хотя точный прогноз на месяц сделать невозможно, уверяют метеорологи. Ни в одной стране мира вам не дадут прогноз долгосрочно, на месяц. Это просто невозможно. И поэтому меня часто удивляет отношение отрицательное к синоптикам, что они не могут предсказать, какая погода будет через месяц. Но по предварительным прогнозам, средняя температура в августе месяце будет выше климатической нормы на 1 градус. Климатическая норма у нас по августу 17,7-18,7 градусов. А вот завтра нас ожидает теплый день. Воздух прогреется до плюс 28. Кое-где раскаленные города и деревни освежат небольшие дожди. Но независимо от изменчивой погоды, одно в жизни должно оставаться постоянным. Стремление сохранить здоровье и жизни свои и близких. Марина Джалая, Валерий Копанько, Новости недели. Председатель Гомельского обл. сполкома Владимир Дворник провел прием граждан в Лельческом райисполкоме. За помощью в решении проблем главе региона обратились 8 человек. Об этом, а также других событиях уходящей недели далее в обзоре от службы информации. В работе с обращениями граждан следует избегать шаблонности. На это обратил внимание руководителей районных и областных служб председатель Гомельского обл. сполкома Владимир Дворник во время личного выездного приема граждан в Лельчицах. К изучению и решению обращений, которые поступают от людей, важно подходить ответственно, взвешенно, отметил глава региона. Нужно глубоко вникнуть в проблему, поставить себя на место человека и найти решение вопроса. На прием к губернатору пришли 8 жителей региона. Спектр поднятых тем – от трудоустройства до земельных споров и жалоб на плохое состояние дороги в районном центре. Владимир Дворник дал поручение в первую очередь привести в порядок те ее участки, которые ведут к объектам социальной сферы. В регионе на протяжении последних лет сложилась практика комплексного благоустройства населенных пунктов. В 2018 году это Брагин и Комарин. В прошлом году изменился облик ветки и жидковичей. Губернатор подчеркнул, когда придет черед Лельчиц, наряду с другими объектами будут отремонтированы и дороги. Прозвучала во время приема и благодарность за проведенный ремонт местного роддома. Воловой региональный продукт Гомельской области в первом полугодии увеличился на 4,1%, при прогнозе 3,5%. Такая информация озвучена на заседании Гомельского облсполкома темп роста волового регионального продукта за 6 месяцев 104,1%, при задании в 103,5%. В целом, по итогам полугодия реальный сектор сработал выше уровня прошлого года. Область выполнила практически все поставленные задачи. В числе приоритетных направлений названы максимально эффективная загрузка производственных мощностей, снижение затрат на производство, рост уровня заработной платы при обязательном условии, опережающего роста производительности труда. Сегодня свой профессиональный праздник, День железнодорожника, отмечают сотрудники стальных магистралей Беларуси. Это, кстати, один из самых представительных трудовых коллективов страны – около 80 тысяч человек. В Гомеле в честь профессионального праздника провели торжественное собрание. К этому дню региональное отделение Белорусской железной дороги подошло с впечатляющими результатами. По итогам работы в прошлом году оно признано лучшей транспортной организацией. С начала этого года здесь перевезли 21 миллион тонн различных грузов и почти 6 миллионов пассажиров. На торжественном собрании наградили лучших сотрудников грамотами и благодарностями, вручили нагрудные знаки. Летние каникулы в самом разгаре. В свое свободное время дети посвящают прогулкам с друзьями или компьютеру. А их родители в то же время хотят, чтобы лето прошло с пользой. Для этого десятки тысяч школьников в Гомельской области отправились отдыхать в детские лагеря. О том, какой он современный летний лагерь, расскажет Анна Корольчук. Во время летних каникул перед родителями стоит непростая задача – организовать время своих детей. И если спросить взрослых, то самые яркие воспоминания детства у многих связаны с детскими лагерями. У современных школьников возможностей еще больше. Лагеря предлагают выбор активной деятельности на любой вкус. Межведомственную программу по обеспечению занятости несовершеннолетних в этом году назвали «Лето на пользу». Она включает в себя как различные культурно-массовые мероприятия, акции и конкурсы, так и десятки тематических направлений. Летом планируется организовать работу 1086 оздоровительных лагерей дневного и круглосуточного пребывания на базе учреждений образования с охватом более 35 тысяч учащихся. Особое внимание уделено социально незащищенным категориям – детям-сиротам, детям-инвалидам, детям из многодетных, малообеспеченных, неполных семей. Так, на этой неделе на базе Центра туризма и краеведения детей и молодежи в Старых Дятловичах открылся областной эколого-биологический лагерь «Берега дружбы». Помимо отдыха игр на свежем воздухе, 24 школьника будут заниматься научно-исследовательской деятельностью. Каждый день посвящен одному направлению – зоологии или ботаники. А занятия включают наблюдения за птицами и, например, изучение популяции летучих мышей. Филипп Ропот сам записался в этот лагерь, потому что интересуется биологией и хочет подтянуть знания для участия в Олимпиадах. Я был в этом году уже в похожем лагере. Он назывался «Экологический лагерь-исследователь». Я был там гидробиологом. У нас был главный объект исследования – озеро Глушец. И мы с каждой точки его собирали, бентос, и его потом определяли. Здесь у меня направленность энтомология. Это наука о насекомых. И я буду выходить в поле и ставить ловушки всякие. Школьник может сам выбрать летний лагерь в соответствии со своими интересами. Будь то летняя языковая практика, художественная, оборонно-спортивная или туристическо-краеведческое направление. Продолжится в этом году и проект «Профессиональные каникулы». На базе учреждения образования открылось 30 профориентационных лагерей, где учащимся помогут выбрать профессию с учетом их склонностей. Уделили внимание и временной трудовой занятости школьников. Так, в Гомельской области открыто более 200 лагерей труда и отдыха, которые примут около 3000 детей. На базе 58-й гимназии, например, ученики мастерят ящики для хранения сотовых телефонов. В столярных мастерских работают 20 парней из 52-й школы Гомеля – участники лагеря труда и отдыха «Ритм». У каждого из них уже имеется трудовая книжка и почетный статус – столер 2-го разряда. Сами изделия, которые мастерят подростки – своеобразная ноу-хау администрации школы. Такого в школьных лагерях Гомеля еще не мастерили. Известная проблема в школах – это сотовые телефоны и их использование на уроки не для цели. Телефон – это средство голосовой связи, а не медиа-развлечения и помеха для учебного процесса в школе. Поэтому администрацией школы номер 52 был разработан проект по изготовлению ящиков для мобильных устройств. У нас в этом году будет 31 класс-комплект. В день по нормативам мальчики могут работать 2 часа 15 минут, а в конце лагерной смены они за свою работу получают деньги. Сумма будет зависеть от выработки. Для многих это серьезная мотивация. Кто решил, что пойдет в школьный лагерь? Родители или сам папа? Сам решил. Сам папа? Ну, я решил подзаработать денег, дабы не просить денег у мамы на лишние расходы. На лишние расходы и, в принципе, всегда пойдет на пользу. А в лагере труда и отдыха гимназии номер 46 занимаются девочки 14-15 лет. Вместе с преподавателем они шьют на матраснике для спали младшей школы. Рабочие косынки и передники школьницы также сделали для себя сами на уроках труда. В их трудовых книжках появилась запись «Швея 2-го разряда». Такой опыт приобретения первого стажа они считают ценным. Мне импонирует то, что у меня будет своя трудовая книжка. Ну, это как бы первый шаг во взрослую жизнь. Мне нравится шитье. Думаю, в душе каждой девушки живет истинный модельер. В лагере, кроме трудовой деятельности, уделяется большое внимание в рамках года Малой Родины, экскурсионной работе. Мы посещаем выставки, музеи города Гомеля и при любом удобном случае мы посещаем исторические места Республики Беларусь. Хочется отметить, что те навыки, которые получат девочки в трудовом лагере, пригладятся им в их взрослой дальнейшей жизни. Во время летних каникул в области также работают лагеря, организованные совместно с подразделениями воинских частей, погрангруппами, отделами внутренних дел и спасателями. Например, в августе войсковая часть 55-25 приняла участников двух военно-патриотических лагерей. 20 юношей из лагеря «Арсенал» советского района Гомеля и 40 подростков участников областного лагеря «Граница». Среди них ребята, которые мечтают стать военными, дети из замещающих семей, а также подростки, которые требуют повышенного педагогического внимания. Расписание парней, помимо строевой подготовки и занятий спортом, несли также экскурсии в музеи, посещение Ледового дворца, кинотеатра и солдатской бани. Ложимся мы спать в 10 часов ночи, просыпаясь в 7 часов утра. Начинается все с слов «граница подъем». Отправить ребенка на оздоровление можно было и в загородные стационарные лагеря. 10 таких учреждений работают в Гомельском, Реческом и Светлогорском районах. Все это дает возможность родителям не беспокоиться по поводу безопасности и полезной занятости ребенка, а самим детям активно отдохнуть, завести новых друзей и напитаться яркими впечатлениями перед учебным годом. Анна Корольчук, Игорь Морищенко, Андрей Иванов. Новости недели. Редкая бабочка. Пеструшка сапфа. Обнаружена в республиканском биологическом заказнике Днепросорский. Факт подтвердили в Академии наук. Считалось, что на территории современной Беларуси этот вид исчез более чем 100 лет назад. А в регионе пеструшку сапфа не видели середины 19 века. С сотрудниками заказника встретились наши корреспонденты. Республиканский биологический заказник Днепросорский – уникальное природоохранное учреждение. На территории в 147 тысяч гектаров только краснокнижных 64 вида. Растения, насекомые, птицы, животные. Причем этот список постоянно пополняется. Еще в начале прошлого года краснокнижных видов заказники было на 12 меньше. Большую удачу ученые считают встречу с бабочкой Зорентией и Поликсеной. Этот вид был внесен в Красную книгу Советского Союза, а в Красной книге Беларуси он относится к первой категории. Это значит, его популяция является особенно редкой и требует специальных мер охраны. Еще более редким видом является бабочка-пеструшка сапфа. Она даже в Красную книгу не внесена. Считалось, что на территории страны этого вида нет. Что появилась у нас пеструшка сапфа, я знал уже более полтора года, потому что я ее наблюдал полтора года, но никак не мог зафиксировать, тем более сделать качественный снимок. На самом деле она была уже давно, и вот только в этом году мы ее смогли зафиксировать так, чтобы подтвердить ее обитание в заказнике. Появление считавшейся исчезнувшей бабочки экологи связывают прежде всего с восстановлением кормовой базы. На территории заказника уже почти два десятилетия не ведется хозяйственная деятельность, а потому уничтоженные в свое время растения снова занимают свои ниши. Тоже, кстати, можно сказать и о животных и птицах. На территории заказника есть остров, где разнообразие видов удивляет даже специалистов. Он уникален тем, что там водятся у нас рыси. У нас очень большая популяция рысей здесь. Одновременно там еще олени, лоси. Там очень большое разнообразие биотопов. Бабочек просто невыгодимое количество. Насекомых всяких. В биологическом заказнике Днепросожский убеждены, список новых, редких для Беларуси видов на этой территории будет увеличиваться. Пока у ученых просто не хватает возможностей, чтобы проводить постоянные исследования на всей территории. Но уже в ближайшее время на помощь обещают приехать сотрудники Академии наук. Мы не можем охватить все. С нашей Академией наук и с нашими добровольными помощниками обязательно будут находиться новые виды всех групп. От исчезающих видов до которые находятся под угрозой исчезновения. Олег Сентюров, Анастасия Кучинская, Валерий Гопанько. Новости недели. А теперь к новостям культуры. В корме вновь закружила льняная карусель. Одноименный фестиваль второй год подряд собирает в райцентре гостей из разных городов нашей страны и ближнего зарубежья. Уже сегодня праздник льна можно называть в числе визитных карточек культурной жизни нашего региона. Этнографический туризм становится все более востребованным у белорусов и гостей нашей страны. Чем еще порадовала уходящая неделя жителей нашего региона, расскажет культурный обозреватель Евгения Кухаронок. В определенных кругах его звали Пан Йозеф. Иосиф Милейш родился в Западной Белоруссии, но большую часть своей жизни прожил здесь, в Гомеле. Общаясь с такими выдающимися художниками, как Казаченко, Денисенко, Ландарский, он постигал основы изобразительного искусства, формировался и реализовывался. Творчество Иосифа Милейша – это редкое сочетание живописи и чеканки. Его произведения легкие и лаконичные, стиль соцреализма красной нитью проходит через представленные картины. Также можно заметить, что Иосиф Милейша отдавал предпочтение жанру пейзажа и тематической картине. Длительная болезнь помешала художнику достичь максимальных результатов в творчестве, но стремление к самосовершенствованию, по словам родных и друзей, у него оставалось всегда. Сегодня работы Иосифа Милейша находятся в российских музеях и частных собраниях. Две картины представлены в экспозиции «Гимн жизни» мемориального зала Дворца Румянцевых и Паскевичей. Одну из работ музея подарила дочь художника. А теперь перенесемся во времена правления Наполеона III. Выставку роскошной мебели XIX века представили в Музее истории города Гомеля. Раритеты, созданные известными европейскими мастерами, предоставил частный гомельский коллекционер Сергей Путилин. Стиль Наполеона III – это в первую очередь богатство и эклектика. Среди экспонатов можно увидеть корпусную мебель, витрины, бюро, зеркала и комоды, цветовая гамма которых выдержана в черных и золотых тонах. Кстати, Музей истории города Гомеля проводит акцию по сбору старых фотографий, сделанных в фотоателье по улице Комунаров. В планах создать тематическую выставку. Фото принимаются любых размеров и цветов без серьезных повреждений. После закрытия экспозиции снимки вернут владельцам. Чем порадует следующая неделя, узнаем прямо сейчас. 8 августа в Белой гостиной Дворца Румянцевых и Паскевичей можно будет услышать бархатистое звучание виолончели в дуэте с фортепиано. В Гомель с концертом приедут победители многочисленных международных конкурсов виолончелист Марк Приходько и пианистка Даша Мороз. А в Светлогорском историко-краевическом музее открывается выставка местных художников «Милые в образы родного края». Посвящена экспозиция «Году Малой Родины», а название ее взяли из первых строк душевного произведения Якуба Колоса. «В образы милые родного краю смуток и радость моя, что мое сердце до вас порывает, чем так прикована я». По словам организаторов, ответы можно будет найти на выставке. Самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Евгения Кухаронок и Павел Антонов. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова